Столица сегодня собралась без преувеличения золотая молодежь страны. Это победители международных предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей. 59 человек стали новыми лауреатами специальных фондов президентом. Государство поощряет интеллектуалов уже 20 лет. За это время никто не забыт. Специально к юбилейной церемонии выставка достижений уже двух веков, прошлого и нынешнего. Причем с середины 90-х количество награжденных только растет. Так, по итогам минувшего года финансовая поддержка из спецфондов оказана более 2000 учащимся и студентам. Самое важное, чтобы талантливая, одаренная молодежь оставалась в нашей стране. И те таланты, и те способности, которые есть у этих молодых людей, были реализованы именно у нас. В администрации президента и в правительстве работают те, кто когда-то был удостоен этого высокого звания. Среди лучших в середине 2000-х был уже доцент Костюченко. Этой зимой скульптор достоин специальной премии президента и деятелям культуры и искусства за монумент «Врата памяти». Сейчас Константин занят следующим объектом, тоже для мемориального комплекса «Тростенец» под Минском. Крематория «Яма-печь» — это место, где происходили массовые сжигания людей. Работа будет представлять собой символически две пересекающиеся рельсы. Есть, конечно, и страх такой, чтобы не допустить где-то ошибку. Но, с другой стороны, мы следующее поколение, нам дальше с этим жить и нам дальше продолжать свою историю. Всего за 20 лет работы спецфондов президента назначено свыше 30 тысяч премий и стипендий. После церемонии на сцене прославленного зала «Верхний город» прошел концерт в честь новых лауреатов. Причем признанные таланты объединились в дуэты, порой неожиданные.